ГТРК Хакасия совместно с РУСФОНДом продолжают акцию помощи. И на этот раз она требуется 15-летней Еве Поляковой Избейского района. У девочки врожденный порог сердца. Необходима срочная дорогостоящая операция. Помочь оплатить ее могут неравнодушные жители республики. Подробности у Натальи Гармашовой. О таких ребятах, как Ева, говорят творческая, любознательная, целеустремленная, одним словом, яркая личность. Еве-15 учится в 9-м. После 11-го намерена поступать в ВУЗ. С будущей профессией уже определяется. Планирую либо в Новосибирск, либо пытаться поступить в Санкт-Петербург на исторический факультет, либо искусствовед. Мне нравится и право, общество знания. У меня гражданские кодексы тут. Все-таки патриотизм присутствует. Профессией или, возможно, хобби может стать и фотографией. Фотоаппаратов у Евы два. Снимает всех и все вокруг. Свои работы публикует в личном интернет-блоге. А еще рисует. Стены в комнате увешаны изображениями любимых персонажей. Талантом и успешной учебой дочери родители гордятся и верят, что Ева победит свой недуг. У девочки врожденный порог сердца. О проблеме семья узнала, когда ребенку было два месяца. УЗИ показало 5-миллиметровый дефект межпредсердной перегородки второго типа. Девочку сразу взяли под наблюдение республиканские кардиологи. Все следующие годы Ева регулярно проходила обследование, получала консультации красноярских и новосибирских врачей. Они мониторили динамику сердечной патологии. В мае новосибирскими кардиологами было поставлено заключение, что у нее дефект был 0,6-0,7 сантиметров. В октябре приехали томские специалисты-кардиологи и сделали повторные УЗИ. Дефект ее увеличился. Врачи порекомендовали срочную операцию, так как в дальнейшем у нее могут быть проблемы, сердечная недостаточность. Сейчас размеры дефекта превышают 10 миллиметров, и это дает о себе знать. Очень сильная дышка и усталость. Я раньше занималась спортом, ходила в секцию, но перестала это делать, потому что дефект увеличился и стало, можно сказать, хуже, просто усталость еще больше добавилась. Томские кардиологи готовы провести операцию щадящим способом – эндоваскулярно при помощи оклюдера. Стоимость лечения – 354 тысячи 63 рубля. Сумма немалая, из бюджета региона такое вид лечения не оплачивается, поэтому семья обратилась за поддержкой в РУСФОНД. 335 тысяч внесут читатели газеты «Коммерсант», сайты РУСФОНД и спонсоры. Оставшиеся 19 тысяч рублей в силах собрать телезрителям ГТРК «Хакасия». Для этого нужно отправить на короткий номер 5542 смс со словом «Дети» и величиной пожертвования. Например, «Дети 100». Именно такая сумма спишется с вашего мобильного счета. Владельцы смартфонов могут воспользоваться и мобильным приложением РУСФОНДА. Другие способы помощи указаны на сайте благотворительной организации. Впереди Новый год, и главная мечта школьницы сейчас очевидна – быстрее выздороветь. Волнительно. Все-таки хочется, чтобы сделали, чтобы я ходила опять на физру, играла, занималась волейболом. Но все равно тревожно то, что вдруг все равно откажут. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин. Вести «Хакасия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова